И вокруг еще одной реформы медицинской продолжаются жесткие дискуссии, а сам законопроект уже оброс едва ли не тысячей поправок. На следующей неделе его обещают окончательно рассмотреть в парламенте, а пока медики готовятся к новым протестам. Чего опасаются врачи и что ждет их и нас, когда реформа станет реальностью? Подробнее в материале. Деньги ходят за пациентом. Одно из главных новшеств медреформы от Минздрава. Это значит, что средства из госбюджета будут выделяться не на количество кайкомест в больнице, а на лечение конкретного больного. Это 370 гривен в год. Врача можно будет выбирать независимо от места регистрации и подписать с ним договор. Чем больше у него пациентов, тем выше зарплата. Глава у нас в перечнести поляга в том, что чем больше до лекаря ходят, чем больше лекарь зацикавленный, тем больше люди хворяют, тем больше хвороб находится. Врачи к таким изменениям относятся скептически. В первую очередь требуют увеличить бюджетные расходы на медицину, повысить им оклады и выплатить 82 миллиона гривен задолженности по зарплате. Гроши побежать за лекарем. Это было все неясно. И сразу нас сказали, что нас финансуют на 8 месяцев министерство, потом на 6 месяцев. Но мы уже в квитне месяце были в крупном установке, потому что мы знали, что у нас нет зарплаты. У нас есть работа нелегкая, как у каждого медика. Мы получаем за эту работу очень мизерные деньги. 3200 нараховывают всем. Теперь сравнивали так, что молодая медичная сестра, медичная сестра, лекарь из университета имеет практически одинаковую зарплату. Также медики боятся массовых сокращений медучреждений персонала из-за недостаточного финансирования, особенно в сельской местности. Ведь 370 гривен в год на одного пациента – это мизерная сумма. Может так быть, что эти деньги, а на эти деньги пациент не может достаточно обслуживаться. Эти деньги, может быть, недостаточно для заработной платы лекарю. Ничего не прописано. А новый порядок финансирования медицины через Национальную службу здоровья приведет к новым коррупционным схемам, уверяет Ольга Богомолец. 100 миллиардов гривен, которые сейчас разданы территориальным громадам. Сейчас на эти деньги работают лекарьи. Они хотят этим законом забрать деньги в одни руки в новостворенную Национальную агенцию здоровья, на которую в бюджете уже закладено более 200 миллионов гривен. Фактически большая часть медицины официально станет платной. Государство будет оплачивать только скорую помощь и консультацию у семейного врача. А это значит, что реформа Минздрава противоречит Конституции Украины, согласно которой украинцы имеют право на бесплатную медицину, отмечают в профильном комитете парламента. Мы, когда начали рассчитывать, до чего произойдет оця изменение финансирования, доведется закрывать целый ряд закладов медических, а это означает, что будет сокращение. А этот законопроект абсолютно не прописывает социальный защит ни медического работника, ни пациента. Однако сокращать медперсонал дальше уже некуда, жалуются врачи. Их и так недостаточно. Если идти по реформе и 2000 населений на лекаря, нам минимум не хватает, 10-15 лекарей только. Не говоря про медсестер, которая должна быть, три медсестры на два лекаря. На данный момент нет работников. Правсоюзы медиков обещают новые митинги, чтобы власть их наконец-то услышала. Ведь лечить украинцев будет некому. Только за последние два года страну покинули 66 тысяч медиков. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканала Интер.